здравствуйте уважаемые зрители мне зовут юлия вы на канале о рукоделии и сегодня представляю ваше внимание летний джемпер который связан из хлопка и льна он связан с таком необычным таким способом тут идут прибавки от середины горловины идею я увидела в интернете но только картинку увидела а уже потом подумала подумала и решила связать себе подобный джемпер он одинаковый что по передней части что по спинке рукава связана резинкой 2 на 2 и вся обработка резинка 2 на 2 вот так это выглядит здесь еще есть два на два резинка в боковых швах ну это так чтобы поддержать общую идею обработки над этим способом значит вязание сверху вниз прибавки от середины горловины в рукавах набирается сразу такое количество петель которое нам необходимо вот здесь получить ну как обычно на в реглане мы считаем мы набираем какое-то маленькое количество петель и за счет прибавок мы добиваемся там какого-то количество петель в конце вот здесь все наоборот здесь на переднюю часть и на в спинку идет у меня данном случае две петли можно ничего не откладывает на перед и спинку или парочку петель здесь сделать все зависит от того как вы рассчитаете прибавки а рукавах закладывается количество петель которые нам необходимого здесь то есть всю технологию я уже рассказала ну и дальше идут прибавки вот по этим линиям до самой проймы не вот так получается здесь у меня нет ростка здесь нет прибавок на вытачки ну то есть тут вообще ничего нет никаких прибавок кроме как в регланных линиях никаких укороченных рядов ничего ну то есть вот так все прибавляется вот тут на ну и по спине соответственно точно также и вот что выходит в результате рукавчик сделала не длинный принципе тут уже на свой вкус можно довязать как как душе угодно на как как нравится резинка растягивается нам она не держится потому что это хлопок кажется хлопок сами свете ошибаюсь по моему так но в описании будет все и о пряжи и о количестве петель и так далее все как этапы вязания как обычно в инфобоксе я эту всю информацию оставлю ну а видео показываю как я вязала это изделие поэтапно приятного просмотра начинаю с пряжи у меня вот такая бобинка красивая микса лен хлопок мили фили тут у меня что у меня 51 процент лен и 49 хлопок я так понимаю что тут два цвета соответственно один цвет лен один цвет хлопок почему такая пряжа метраж и и сейчас скажу какой метраж 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 700 метров на 100 грамм такой метраж ног естественно что она тоненькая поэтому мне надо было и с чем-то замиксовать и замиксовала я ее вот с таким льном это очень тонкий лен 1700 метров на 100 грамм такой синий с сединой и вот такой у меня хлопок хлопок или лен вот такой еще не помню хлопок или лен или он кажется тоже ну в общем вот вот и вот три оттенка и получился вот такой миксик значит у меня здесь что идет два сложения вот этой пряжи два сложения вот этого льна и 1 ниточка вот этого значит два этого два этого и один этого потом посчитаю метраж сколько это будет в как бы конечный метраж этой пряжи получается но я думаю что это где-то метров 350 370 это так но точнее посчитаю уже потом вот значит так насколько это видно в общем вот такой я придумала микс получается красиво в полотне смотрится замечательно у меня был еще образец связан с другими вариантами микса ну остановилась я вот на этом значит бобинки убираю смотала все в клубок потому что мне стих пирожков бубликов неудобно вязать поэтому я сначала наматываю моталкой на такие есть кейки а потом сматываю в клубок так и удобнее если куда-то идти с собой взять и так далее то есть такой вариант не нравится больше чем вязать с нескольких разных источников так значит что это будет вязание сверху вниз тут у меня резиночка побольше этот джемпер я планировала в летнем планах на лето вот так это вяжется сверху вниз тут резинка 2 на 2 соответственно тут тоже резинка 2 на 2 рукава это будут резинкой 2 на 2 вывязаны передней части спинка будут лицевой гладью вывязаны насколько это видно вот тут уже пошли прибавки после резинки резинка у меня где-то 12 рядов так набрала петли провязала тут начала вижу на там длину реглан идея в чем прибавки будут только со стороны передней части и спинки а рукав вот это количество петель которая здесь набрала она здесь же сохранится до разделения на рукава и пройму в общем вот такая идея подглядела саму модель в инстаграме увидела но тут уже я сама подумала как это правильно сделать у меня образец 24 петли в 10 сантиметров и 25 рядов 10 сантиметров не знаю почему так получилось как-то маловато рядов вижу на спицах номер три с половиной резинка горловины было на спицах номер 3 это будет обработка у меня набрала изначально горловину посчитала что мне будет 60 сантиметров и это будет 144 петли ну соответственно я набрала 145 для замыкания в круг одну петлю дополнительно резинка 2 на 2 2 на 2 спицы 3 спицы номер 3 я не знаю будет ли держаться резинка дальше мы пока это выглядит вот так на троечке наши петли разделила следующим образом вот у меня 144 петли такой типа как нулевой реглан только наоборот на нулевом реглане выделяется все петли на две части на перед и спинку а здесь наоборот все петли я делю на две части и это петли рукавов 70 и 70 70 петель у меня будут они вязаться вот от горловины до конца кокетки всего 144 и по две петли я оставила на переднюю часть и на спинку вот вот так и прибавки я делаю вот по этим линиям петлю предыдущего ряда в принципе прибавку можно делать как угодно можно накидом можно перекручены протяжкой можно в петли предыдущего ряда то есть тут уже как как кому нравится в каждом ряду в каждом втором ряду в каждом втором ряду со стороны переда и спинки переда и спинки реглан будет у меня где-то 24 25 сантиметров это 63 ряда то есть 63 ряда я буду делать прибавки на с двух сторон то получается как же тогда в каждом втором в каждом ряду минут я неправильно написал в каждом ряду сейчас я посмотрю что-то я начала рассказывать и забыла как я делаю так и начала вязать и значит мне нужно смотрите мне нужно чтобы у меня здесь петли были достаточно петель для того чтобы потом перейти на вязание тело правильно если у меня планируется здесь 63 ряда условно значит соответственно мне нужно сделать а мне нужно здесь получить порядка там 55 56 сантиметров такой средней свободы облегания и у меня 24 петли в 10 сантиметрах значит это мне нужно 2 и 4 умножить на 55 но это мне нужно где-то 120 петель где-то так то плюс минус значит соответственно я делаю прибавки не в каждом втором ряду а в каждом ряду что-то я тут написала в каждом ряду я не делаю здесь росток я просто при бабочки вот так по кругу делаю здесь в каждом ряду ну либо можно через ряд делать по 2 в каждом ряду соответственно если я 63 ряда вижу здесь значит я тут плюс 63 сделаю и тут плюс 63 и тут будет 126 ну примерно до плюс 2 которая была в наборе 128 надо 2 и 4 на 55 умножить 24 на 55 это 132 ну то есть я плюс минус правильно посчитал у меня будет если я в каждом ряду буду прибавлять 128 плюс мне же еще нужно будет плюс подрез то есть все все четко значит я делаю в каждом ряду прибавки вот как это сейчас выглядит 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 это вот так пока что маленький пока что уголочек надо этот немного провязала вот я делаю прибавку из протяжки на из портяжки таким образом получается так дальше вижу продолжаю вот этот вот типа реглан такой делать он будет оля реглан до от середины вот так идти и соответственно когда я выхожу в эту точку я уже буду делать разделение на тело и рукава но в рукавах у меня как было изначально 70 петель вот так как 70 здесь и будет частично связала кокетку примерно половину так при бабочки идут в каждом ряду и так красиво она аккуратно плавно такое закругление получается плавно это передняя часть нет нет это спинка и вот она лицевая гладь тут вот резинка данного сейчас это видно лучше чем было самом начале вот так расширяется значит я сейчас померяю сколько у меня тут мне нужно примерно где-то 24 25 сантиметров сейчас 15 но я все равно буду ориентироваться тут вот на количество петель количество петель я на данный момент не посчитала по той простой причине что и тут еще коротко на чтобы уже делать пройму так кажется такая маленькая вот это вот расстояние где рукав будет но с учетом того что это вот так должно растянуться и здесь в общем-то 70 петель должно быть все в порядке хотел так у нас все собирается сбегается и скажется маленький значит вот тут у меня сейчас 15 сантиметров от резинки до этого места я сейчас вижу и очень красиво ложится этот меланжик мой который я сама замиксовала в принципе растягивается эта резинка хорошо я думаю что все будет отлично убежали мои петли продолжаю вязать дальше точно также прибавляя в каждом ряду я прибавку делаю из протяжки об этом уже говорила вот я и перекручиваю и получается такой аккуратненький край вот что у меня получилось я уже сняла отдельно рукава отделила и связала подрез значит выглядит это вот таким образом я планировала что я свяжу 63 ряда соответственно у меня будет здесь 126 плюс 2 петли которые были вначале 128 но я связала немножко меньше у меня здесь сейчас 124 петли вот по передней части и по спинке то есть я прибавила 122 соответственно я связала 61 ряд но я стал немножко больше потому что я вначале тут сначала прибавляла в каждом втором ряду там двух рядах тут у меня это 63 64 но вот получилось я посчитала что уже достаточно длина вот это вот аля регланной линии которую мы так условно назовем это 28 29 сантиметров я конечно планировала что у меня бы там 24 25 но я подумала что 24 25 это если реглан вот здесь у меня а я потом уже так пересмотрела вот она 25 и будет когда он у нас в таком нормальном месте а здесь по идее на это же чуть-чуть как-то она вроде как хотя она вроде как там же но линия сама идет немножко по-другому то есть вот если бы у меня бы реглан вот здесь то это и было бы там 24 25 но так как у меня идут прибавки немножко по другой траектории у меня здесь эта траектория и получилось чуть чуть длиннее 27 28 сантиметров вот кажется что маленький он такой здесь мне кажется что это иллюзия потому что тут 70 все таки петель и еще 16 петель я набрала подрез я решила здесь делать резинку 2 на 2 на эти 16 на этих 16 петлях получается не на 16 она 18 по одной петельке еще взяла из тела чтобы здесь были по краям по 2 изнаночных я вот тут уже начала вязать этой стороны именно резинку 2 на 2 но как бы продолжение вот этой резинки здесь будет так мне кажется что это будет логично еще на чем я думаю я думаю над ростком у меня здесь нет ростка как такового то есть если рассматривать это вот таким образом да что тут росток то есть я вот так потянул может быть я и не буду его делать тут как будет удлинение одно соответственно будет у меня замена вытачки потому что я посмотрела эти модели которые которые есть прототипом вот этого моего варианта что там вроде как нету ничего подобного ни ростка ничего просто вот так вот связано то есть если я буду рассматривать что здесь типа ростоку так потянула вниз здесь удлиняется у меня передняя часть до получается но если это женское изделие значит у нас же еще есть грудь вот это и будет как бы идти я думаю на грудь то есть я попробую вот так чуть-чуть провяжу попробую померить потом решу но мне почему-то кажется что это именно вот так и будет если я вот так делаю здесь идет вот так вот здесь она так потому что вот это вот часть полотна которая связана лицевой глади она как бы немножко таким полукругом идет и удлиненная по сравнению вот этим участком связанным резинкой может быть вот именно за счет этого вот я и вижу что мне здесь росток не нужен но конечно нужно примерить на себя я не мерила надо прият перейдить спицы и примет ну дальше что я делаю дальше я вижу по прямой значит у меня 124 передняя часть 124 спинка по 16 в подрезах и подрезы резинкой два на два и все продолжаю вниз вязать примерю и потом решил что мне делать дальше но вот так это выглядит со спинки все то же самое вот она спинка все то же самое если мы тут подымем в общем хотя в принципе можно сделать азиатский росток можно сделать вытачки тоже укороченными рядами то есть тут все так как и мы вяжем во всех изделиях которые вяжем сверху вниз по кругу все это здесь можно как бы сделать завершила очередной этап довязала тело изделия я не могу к сожалению джемпер сложить так ровненько чтобы она лежал но когда его надеваю она все выравнивается и смотрится замечательно значит я довязала здесь тело закончила резинкой достаточно такой длинно сейчас по бокам идет тоже резинка 2 на 2 за счет растяжения вот этих вот частей на плечах это здесь удлиняется и смотрится замечательно так она конечно не видно так длина резинки внизу специально сделала достаточно широкую чтобы это как-то вместе играла вот с этим вот плечом так длина резинки внизу 10 сантиметров и общая длина изделия ну вот сейчас когда она вот так вот при собрано сверху допустим вот тут от плеча на 54 сантиметра но это на самом деле все длиннее на вот так все вытягивается вот только плечах и смотрится замечательно после стирки я думаю что это все выровняется у меня и уже можно будет тогда и в разложенном виде рассмотреть значит по поводу ростка ничего здесь нигде не добавляла вот как есть так и я примерила и мне показалось что росток здесь и не нужен ну тут конечно все зависит от индивидуальных особенностей фигуры набрала петли рукава рукавчик я буду вязать ровненький но пока что только пересняла те петли которые были закрыты плюс еще 16 петель подреза здесь нужно добрать я его буду вязать резинкой 2 на 2 я думаю что не очень ли но может быть еще где-то сколько сантиметров сантиметров может быть четыре пять шесть где-то тут надо довязать чтобы это имела законченный вид рукава я довязала не полностью готовы но тут ничего сложного и сверхъестественно поэтому я просто расскажу как я их вязала чит я набрала 70 петель которые у меня были изначально заложены в рукаве вот они 70 петель до вот там где при бабочки начинают да вот по этой линии также с этой стороны это 75 подрез у меня был 16 петель но я здесь набираю 18 чтобы не было в уголочках дырочек то есть я набрала здесь 18 петель у меня получилось здесь по 4 изнаночных петли вот здесь как бы в уголочках но так как я сокращаю здесь подрезик они постепенно здесь уходят у меня и вот так сокращаются и в результате переходят в резинку вот сокращение сокращение я делала в каждом втором ряду 6 раз с одной стороны 6 раз другой то есть я убрала 12 петель теперь посчитаем 70 плюс 18 88 изначально было набрано затем я убираю 12 значит остается 76 и вот на 76 петлях я вяжу вот такой рукавчик длиной 2 сантиметра но можно связать и больше здесь у меня провязана вот ровно то ровненько раз два три 4 5 6 7 8 рядов провязана ровненько все остальное вот тут вот идет убавление в подрезе оба рукава одинаковые и джемпер тоже готов джемпер или футболка как это назвать правильно ну в общем вот так я постирала разложила все выровнялась замечательно вот так выглядят эти линии назовем их рекламными но они не рекламные конечно здесь в боковом шве резинка 2 на 2 в принципе все это гармонично поддерживает рукавчики и горловину и все это смотрится вот так покажу внизу резинка вот так весит 360 грамм но такое в общем-то тяжеленький этот джемпер получился не на такую жаркую погоду тоже понятно ну такой летний принципе я уже думала может быть довязать рукава и сделать их как бы длинными но я пока что в процессе в принципе всегда можно распустить и довязать как как захочется вот на данный момент это выглядит вот так не могу показать в полную величину сейчас попробую увеличить и тогда покажу как он выглядит полностью ну вот так он выглядит полностью ровненько все замечательно теперь я его измерю параметры этого изделия горловина так как немножко смешно смотрится но когда она одевается она как бы растягивается тут все на плечи натягивается все получается замечать значит в районе груди на полуобхват груди со свободой облегания 56 сантиметров длина изделия длина 60 ну с учетом того что здесь вот так вот тяги хотя тут она уже максимально вытянута но будем так считать что это 60 сантиметров длина рукава а 35 это вместе с резинкой и регланную линию еще раз померяю значит регланная линия вот у меня здесь заканчивается здесь начинается получилось аж 29 сантиметров то есть она достаточно такая длинная вот но если мы будем рассматривать как будто это регланная линия которая идет стандартный реглан да она обычно у нас здесь начинается и вот здесь заканчивается то это 26 сантиметров от резинки если мы считаем вот 26 но так как она начинается от центра горловины то она естественно длиннее будет 29 сантиметров вот так получилось совершенно одинаково спереди спереди и сзади совершенно ничего я здесь не добавляла никаких ростков у меня здесь нет ну вот так все ровно мне кажется что она за счет вот этой резинки и рукавов она как бы ложится к так как так как мягко так как мне надо вот может быть если какие-то особенности фигуры там то конечно нужно мерить и соответствии с этим уже здесь делать может быть и росток надо и вытачки добавлять и и так далее и так далее тут уже на свой вкус и на свою фигуру если видео было для вас полезным интересным подписывайтесь ставьте лайки жду вас на своем канале спасибо за внимание всего доброго до свидания